ВКС России в октябре 2018 года получат новый авиационный ударный комплекс, включающий в себя модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32, сообщил ТАС-источник в оборонно-промышленном комплексе. Согласно имеющемуся плану, первый Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32, большой дальности заступят на боевое дежурство в составе дальней авиации в октябре этого года, сказался беседник агентства. Как пояснил агентству другой источник, Ту-22М3 для модернизации был взят из строевых самолетов дальней авиации, поэтому ему не потребуются длительные испытания. Собеседник уточнил, что самолет в ходе модернизации получил новую авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое радиоэлектронное оборудование. Самолет ремоторизован, установлен МК-25 секунд полным ресурсом, добавил источник. В апреле гендиректор Ту-Полева Александр Конюхов заявлял, что первый модернизированный Ту-22М3М поднимется в воздух в третьем квартале 2018-го. До Ту-22М3М планируется модернизировать от 20 до 30 строевых самолетов дальней авиации Ту-22М3. На обновленных бомбардировщиках будет использована полностью отечественная элементная база и расширена номенклатура средств поражения самолета. В настоящее время у России имеется более 100 ракетоносцев Ту-22М3, крылатая ракета Х-32 предназначена для поражения наземных и морских целей. По неподтвержденным данным, оружие имеет дальность до 1000 километров и скорость пяти чисел МАХа. Испытания Х-32 проводились ранее с доработанного Ту-22М3. Х-32 созданы на основе Х-22. Модернизирована система наведения и силовая установка, которыми до начала 2000-х оснащались Ту-22М3. Ранее, в марте, доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Севков посчитал Х-32 практически неуязвимой для американского оружия. Как отмечает известие, в течение трех лет за 300 миллионов рублей Минобороны России модернизирует 32 ракеты типа Х-22. Планируется установка более мощного двигателя, уменьшение боевой части и увеличение объема топливных баков, в результате чего дальность модернизированного оружия сравняется с таковою Х-32. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся. Продолжение следует... Продолжение следует...